Троица Таким образом, Троица, что означает Отец, Сын и Дух Святой, состоит из трех отдельных личностей, которые тесно связаны друг с другом. И если удалить одного, то это будет уже неплохо. Так давайте же разберем тайну Троицы. Троица Часто используется в Библии, что означает личное присутствие Бога. Дух Божий невидим подобной энергии, ветру, дыханию, дает жизнь всему, что существует. Далее в Библии Святой Дух наделял людей способностями для выполнения определенных заданий. Ной, Авраам, Иосиф, Моисей, пророки, которые могли смотреть на происходящее в истории с Божьей точки зрения и предупреждать об этом людей. Отец, Создатель, вместе с Духом Святым, создал все совершенным. Но люди впустили в этот мир зло и освернили его через свои грехи, и мир смогу погрузиться в хаос. Но пророки предвидели, что повторится то, что говорится в первой главе книги Бытия. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И так же на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Когда же пришла полнота времени, через рождение Сына Божьего Иисуса Христа, Его жизнь и служение открыли тайну для новой жизни. Вместе с Духом Святым Иисус принес жизнь место смерти, прощал грехи и исцелял болезни. Но люди не приняли Иисуса и распяли Его. Но даже после этого Божий Дух продолжил свою работу, воскресив Иисуса из мертвых. И явившись своим ученикам, воскресший Иисус сказал им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Так они стали частью Божьего движения и понесли другим благую весть в силе и под влиянием Святого Духа. Так и сегодня Дух Святой по-прежнему парит над тьмой и мраком, направляет людей познать тайны, прийти к Сыну Божьему Иисусу и Иисусу, получить прощение грехов, пережить с любовь Отца и обрести способность вновь любить Бога и ближе. Субтитры создавал DimaTorzok